К нам приехал киржачик экологичный. Мало людей я привезла, простите. Нормально, нормально. У нас просто ужасная погода была вчера. У нас залило всю дорогу здесь сейчас. Ну, там не видно здесь у нас, потому что мы на горе стоим, поэтому у нас более-менее сухо. Но дорога, которая к нам ведет, она просто мертва. Жаль, вчерашний дождь не помыл стены этого вольера, который мы сейчас чистим, от какого-то ястреба. Я думаю, что ястребы, оказывается, какают не под себя. Да, да, ястребы какают в стены, поэтому вот эти все волшебные потеки совершенно, то есть, да, к сожалению, есть такая проблема. Я думаю, что мы сейчас будем, когда ставить ветки новые, будем ставить их так, чтобы они не достреливали до стен, потому что у меня уже больше нет идей этого. И я думаю, что не каждый волонтер готов мыть стены. Да, да. Поэтому, да, мы всячески будем пристраивать эти, как это там, сказать, ветки к этим замечательным досочкам, которые хочется сохранить в красоте и в чистоте. А так вообще здесь очень классно и весело, на самом деле. Очень хорошо работают, хорошее дело делаем. Благие условия для птичек, наших братьев пернатых младших. Да. Поэтому... Не забудьте, что обед через пять минут. Да. Как ваши дела? Вас можно снимать, если что, на ютуб? Можно? Хорошо. Это орел обыкновенный, да? Это могильник. Да, могильник. Орель. Это я подписывала для волонтеров, которые ходят кормить. Вот. Недавно к ветеринару ездил тоже, но он пока на лечении у нас. А он сможет потом вернуться в перелом? Вообще, ветврач говорит, что, может быть, есть шансы, потому что перелом там неплохой. Вот. Но в любом случае... Там, короче, пошла. Да. И он стреляный. Он стреляный оказался. Мы делали рентген. Там у него пуля засела в ноге. Вот. Пока не стали вынимать, потому что у него инфекция пошла в рану. Там остеомиелит начался. Вот. И поэтому ему сейчас выписали лечение. Если сейчас пролечим перелом крыла, и он будет стабильный, не будет умирать, то постараемся вынуть пулю, потому что, в принципе, она, ну, как бы в ноге у него застряла. Но не в суставе. Да. Да. Там она... Та, которая попала в крыло, прошла на вылет, а та, которая попала в ногу, она застряла. Вот. Ну, в принципе, ветеринар говорит, что есть некоторые шансы, что если он не погибнет, то, может быть, он разлетается потом. У нас есть просто большой вольер для орлов, этот карантинник. Вот. Но в общий вольер я его не сажала пока. Сейчас, если мы... Это, как это... Можно будет посмотреть? Можно, можно. Я могу здесь показать, где кто находится. Кстати, сейчас будет через пять минут обед. Вот. Поэтому можно будет сейчас пойти пообедать. А потом я после уборки могу, конечно, вам показать птичек. Ну, можно по-сюда делать. Тут, короче, у нас был неистовый, пардоните за выражение, срач. Потому что здесь у нас живут галки и сороки. И то, что они делают в своем вольере, это неописуемо. Вот. Ребята выгребли вообще все, что здесь было. Старые ветки. Все уже унесли на перегной, на это. Ну, в общем, супер. И здесь сейчас тоже засеяли, ну, типа вот эту вот живучую траву для спортивных газонов. Не факт, конечно, что она у нас здесь выживет, вырастет, но хотя бы попробуем. Потому что сороки и галки, они меньше бегают по земле, чем вороны. Происходит отлов ворон. Мы нашли, что у нас, короче, есть галки, значит, есть галки с голубыми глазами, есть, короче, галки с кари-голубыми глазами, представляешь? А есть галка с белыми перьями. Такое не видели. Я точно знаю, что она есть. Так. Мне кажется, мы все? Вот, все посмотрим. А, сейчас, а то я уже успела закрыть тут это. Отличный вольер для одного удалок. Это страшно, капец. Тут Маша просто с аппаратом всех пугает. Ну, ладно. Очень страшная Маша. А раньше нам что-то не мешало это. Вам понравилось там, что вы? Походите, пожалуйста. По одному, по одному. Пока. Что там еще осталось? Все. Ура! Теперь надо выходить. Надо водичку переводить. Не пытается. Конечно. Отличный вольер. Вот это, короче, упало. Сейчас поправлю. Жалка такая. Хорошо. А, так я ее забыла приделать. Приделать, да. Понятно. Вопрос снят. Ну вот, они сразу поняли, как забираться на эту веточку. Отлично. Я сейчас потом поприделаю. Это вам еще. У тебя ресницы красные. Сама опасная собака на планете. Мы высаживаем пролеченных птичек в вольеры. Лучше покажи родителям, какая у нас собака-убийца и как она живет у чужих волонтеров. Вот волонтер приехал два дня назад. Уже сожженный, смотри. А поглопанный весь. Уже собака лежит, переваривает. Там сейчас из волонтера выпадают. Самая страшная собака-убийца. Кроня. А, Кроня? Кроня. Сколько волонтеров ты убила на эту неделю? Сколько? Слышно. Что за что надо приезжать? Мне говорят, что этого пациента надо заснять перед выселением в вольер. Полететь больше не полетит, скорее всего. Ой, сорок тоже интересовался. Марусь, ты думаешь, это тоже сорока? Нет, нет, это вредитель. Это ты принесла вредителя. Может быть, она думает, что это ястреб. Это не ястреб. Это просто кука. А, у меня есть скворец. У меня всегда есть скворец на шапке. Это скво? Да, это скво. Скво. Скворчинная жепа. Ты такая сладкая. Жепа. А ты вручной или как-то к тебе? Не, он вручной. У Насти на голове тоже сидел. Аааа. Что такое? Ты катишься? Перекатываешься? Что? Все бросили тебя, да? Все бросили. И жены бросили. И Вера бросила. Пойду поем. Ооо. 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 Продолжение следует...